Магнитная кисть, магнитный порошок и дактилоскопическая пленка. Но в целом вот так вот мы обрабатываем. Я изучала примерно, не примерно точно, 365 эпизодов. Я, если честно, сравниваю с оргазмом. В этом и есть ужас. Я уже тайны буду рассказывать. Криминалисты работают на стыке юриспруденции и психологии. Предлагаем сделать акцент на второй и погрузиться во внутренний мир маньяка вместе с криминалистом Евгенией Крюковой. Ну, во-первых, я не люблю слово маньяк, если честно. Потому что маньяк – это человек, у которого есть какое-то маниакальное стремление, интерес. И тогда мы, каждый из нас, можно этого человека назвать маньяком. Конечно, без слова маньяк в нашем разговоре не обошлось. Поэтому считайте, сколько раз мы его произнесли и пишите число в комментариях. Поскольку у нас с вами девичья беседа, как вообще совместимы женщина и криминалистика? На самом деле, женщин-криминалистов очень мало. Вообще, в целом, криминалистика всегда развивалась как мужская профессия. И женщины пришли примерно 50 лет назад в криминалистику. Сейчас тоже их очень мало. В основном занимают либо позиции преподавателей, либо экспертов-криминалистов, непосредственно следователей и оперативников. Очень мало женщин. И это сложно. Для женщины это сложно, естественно. С одной стороны. С другой стороны, у нас развиты другие такие навыки, которые помогают нам в обычной жизни. То есть мы точно можем сказать, где был наш муж, что делали дети после школы. То есть обманывать криминалиста женщину вообще нет смысла, потому что мы сразу все понимаем. Транссексуализм несовместим с жестокостью. Транссексуалы обычно пассивные. Умница. Вы хоть понимаете, насколько близки к его поимке? Но, с другой стороны, это эмоционально, конечно, огромная нагрузка. И для женского такого восприятия и эмпатии очень сложно. Потому что мы всегда на передовой и должны эмоционально все воспринимать то, что нам рассказывают. Но эмоции эти не показывают, с одной стороны. А для нас, женщин, конечно, мы всегда любим демонстрировать все то, что мы воспринимаем, понимаем и как-то сопереживать. Сопереживать преступнику нельзя, естественно. Если только это не тактический прием, когда мы специально это делаем. И надо всегда держать лицо. Поэтому для женщины это сложная работа. Я пришла в профессию уже давно. Считала свой стаж. У меня, оказывается, уже почти лет 20. Была какое-то время научным консультантом Следственного комитета. Как раз занималась делами, связанными с серийными насилиями. Это и убийство, и изнасилование. И вот как-то с этой темой и связалась больше всего. Она мне больше всего, наверное, понравилась. И стала заниматься более глубоко, изучать и науку, и практику того, как преступления совершаются, и изнасилование, и убийство. Я в свое время встречалась с психиатром Бухановским. Там был такой психиатр Александр Олимпевич Бухановский. Он работал в Ростове, создал лечебный центр «Феникс». Он до сих пор действует. Уже его дочь ведет это дело. Он знаменит тем, что он поймал Чикатило. Ну, не поймал, но составил психологический профиль Чикатило, который помог. По крайней мере, так все считают. Я приезжала несколько раз к нему на встречи, как раз по теме серийников, чтобы он поделился своими знаниями. И у меня с ним была интересная история, что в один из своих первых приездов я увидела в приемной у него маленького мальчика. Он так сидел на скамейке, болтал ногами, улыбался. И я на него обратила внимание, что он просто улыбался и не было там родственников. Обычно все равно с кем-то из взрослых. А он сидел и там с чем-то играл. Я зашла в кабинет к Бухановскому. То есть мы поговорили. И выходя уже, он говорит, обрати внимание на мальчика. Я говорю, я его уже заметила. Он говорит, вот этот мальчик вырастет в маньяка. И естественно, я говорю, а что вы будете делать? То есть вот какова перспектива-то? Через сколько лет нам ждать? Он говорит, вот мы стараемся сейчас его вылечить. То есть мы его наблюдаем, у него есть стойкое стремление. Отличный пример про юношу, который вам показался подозрительным. Неужели можно просто взять и вычислить маньяка по каким-то там поведенческим особенностям? Вообще можно ли вот так вот в толпе понять, кто условный преступник, а кто нет? Как можно просто увидеть и понять, что человек склонен к каким-то насильственным действиям? И можно ли это сделать? Это в основном агрессия. Вот эта агрессия чрезмерная, она проявляется в обычной жизни человека с детских лет. То есть он либо обижает свою сестру, брата, либо животных. То есть вот это первое, на что надо сразу обращать внимание. Если ребенок начинает обижать маленьких, то это плохо. Понятное дело, что там бывают какие-то драки между братом и сестрой. Но здесь имеется в виду, что ему нравится именно насилие. То есть он, например, может ее укусить и смотреть, как она плачет. Не убегает, раз там раскаивается, говорит, что это не я, там все что угодно. А будет стоять и смотреть, а потом может ударить, ущипнуть. То есть будет интерес именно к этому насилию и к причинно-следственной связи между тем, что он сделал и реакции животного или родственника, как он повел себя. Ну и то же самое в отношении там школе. То есть тоже человек, о чем он говорит, какие его там рассуждения, мысли и что он делает. То есть он общается с одноклассниками или не общается, замкнут или нет. И если общается, то как, агрессивно или не агрессивно. То есть вот эта тема агрессии, она все равно есть. Она такая не пассивная, она активная агрессия. То есть он старается что-то сделать такое, войти в контакт, то есть все равно потрогать, ущипнуть, укусить, ударить. То есть вот и не уходит после этого. То есть если ребенок понимает, что он делает плохо и продолжает это делать плохо, то дело плохо. То, конечно, с этим надо обращаться к врачам, узнавать вообще. И, конечно, родители должны обращать внимание на эти факты. То есть бывают истории, когда мама, бабушка замечают, например, это насилие, но списывают на что-то. На плохое настроение, на какие-то там природные катаклизмы, на все что угодно. И понимают, что он делает это достаточно часто. И каждый раз какие-то оправдания. Ну вот он же получил двойку, он расстроился, у него нет друзей, он расстроился. То есть вот если такое происходит более трех раз, то лучше обратиться к психологу, по крайней мере, не к психиатру, как психологу, чтобы просто посмотрели, поговорили с ребенком, поняли, в связи с чем это. Есть возрастная психология, когда люди, психологи, умеющие разговаривать с детьми, находят с ними быстрый общий язык и выясняют, ему это нравится или не нравится. Это связано действительно с его плохим настроением, какими-то событиями. Или это его реакция постоянная, и он всегда стремится к этому. Я воспринимал лук, как нечто живое, когда слушал его дыхание. Вот есть ли успешные примеры того, как все-таки вообще маньяки, если мы не используем этот термин, преступники такого рода излечивались? Вообще можно ли излечить маньяка, человека, который желает убивать? Есть ли какие-то положительные примеры, когда человек осознал, перестал и там условно всю остальную жизнь провел праведно и действительно не совершил ни одного деяния? Я человек такой скептик, я считаю, что на сегодняшний день невозможно вылечить, и хороших примеров я ни одного не знаю, но, наверное, в будущем, по идее, возможно будет, потому что сейчас очень много исследователей открывают различные гены, посвященные как раз насильственным каким-то действиям, агрессии. Эготизм, вульгарность, грубость, импульсивность, нарциссизм, интеллект, иррациональность, манипулирование. И вот, наверное, если работать изначально с генетиками и как-то модифицировать гены человека, то, наверное, возможно. Но там тоже все не только в одном гене. А есть ли сам этот ген убийцы условный? То есть уже есть ли какие-то доказательства того, что маньяки и убийцы биологически отличаются от остальных нормальных, мирных, спокойных людей? Да, да. Американские исследователи открыли ген агрессии. С ним можно работать. Но, опять же, это время, наверное, должно какое-то пройти, лет, наверное, 5-10, на то, чтобы понять вообще, как он проявляется, у кого. Потому что у мужчин и у женщин проявляется абсолютно по-разному. Непонятно, в каком возрасте он может развиваться и развивается ли у всех или нет. Потому что вот этот ген, по идее, присутствует у любого человека. Иногда проявляется в форме защитных рефлексов. То есть если на вас нападают, вы оказываете сопротивление. А если на вас не нападают, то агрессивный вы или неагрессивный человек. Вот этот ген у серийников, он, конечно, как-то там деформирован. И, по идее, можно с ним что-то делать. Но это пока такие теоретические разработки. То есть последние 3, наверное, года есть иностранные статьи, которые связаны с этим геном. А, например, можно ли, зная, что у человека есть такая биологическая склонность, скажем так, есть этот ген, например, перенаправить это пристрастие убивать в какую-то благую условную деятельность. То есть там, например, этот человек станет патологоанатомом. То есть если мы говорим про серийного убийцу, то чаще всего ему не интересует мертвое тело. Ему интересно как раз живое тело, плавно переходящее в мертвое. Большая часть мы говорим про то, что иногда военные, например, они могут обладать этим геном примерно такой же мощи, как и серийные убийцы. В силу того, что для них убийство – это часть профессии. Ну, мы говорим про военных, прям таких настоящих, да, на первой линии прям. И вот для них тоже вот эта эмоциональность всего процесса, она отключается, включается больше привычное, да, и не такое восприятие убийства и лишения человека жизни. И как раз, что в целом там могут быть тоже фанатики. Вот этот фанатик, тут ключевое слово, фанатик как серийный убийца или фанатик как военный. Слишком долго мы шли не по тому пути. Этот путь привел нас к войне, бедности, безработице и инфляции. Сегодня мы достигли переломного момента. Мы больше не будем людьми, страдающими зря. Хорошо, а вот можно как-то ответить на вопрос, все-таки почему большинство убийц убивают? Почему он это делает? Если вот собрать, например, наверняка вы работали не с одними показаниями тех же самых убийц, почему маньяк убивает? Есть разные классификации людей, которые убивают. Есть те, которые, как вы правильно сказали, пытаются спасти мир от каких-то негодных им людей. То есть они могут убивать по определенному направлению. Это проститутки, бомжи, наркоманы. То есть они их воспринимают как люди, которые не должны жить на этом свете. И они помогают всем остальным, всему миру с ним справиться. Но это очень маленький процент. Вторая группа людей, которая тоже не очень большая, это психически нестабильные, у которых есть какие-то галлюцинации. И вот эти галлюцинации ими движут. В основном собака с ними разговаривает, какие-то сигналы он получает из космоса, что ему надо убивать. Он сегодня проснулся, увидел какое-то там видение свое и понеслась. Это тоже не очень много людей. Есть психически нестабильные люди, которые болеют, и у них приливами. То есть они не понимают характер своих действий просто. Они могут причинять какое-то насилие, и вот эту грань насилия они не чувствуют, не понимают. То есть он хотел совершить акт, наверное, там, допустим, изнасилования, но перешел грани и убил человека, там, женщину. И он это даже не осознает. И третья категория, какая там, пятая по счету? Следующая. Следующая. Следующая категория – это те люди, которые понимают, что они делают, им это нравится, и остановиться они не могут. А пытаются, но не получается. И я вот сравниваю это тоже с привычкой, да, с каким-то негативным фактором, ну, вредной привычкой. То есть я чаще всего говорю про то, что у каждого из нас есть вредная привычка, от которой мы пытаемся отказаться. Все мы начинаем жизнь с первого января, с понедельника, и вот, не знаю, не буду пить какой-нибудь напиток, да, там, все точно. Неделя проходит, вторая неделя, а на третью неделю можно себя как-то побаловать, да, чем-то. То есть вот здесь примерно такая же история. Он понимает, что ему делать это нельзя, что это плохо, что это, например, убийство, что он не должен. Он с этим живет, 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 а потом все равно это возобладает, эта идея. И другая, наверное, категория, когда изначально есть эта мысль, и мысль эта развивается, то есть фантазия возникает. И он в своих фантазиях развивает идею убийства. То есть сначала она просто ему приходит в голову, что условно, как у Достоевского, могу или не могу, получится или не получится. А потом он приходит к выводу, что да, по идее получится. То есть я внутренне готов. И вот эта идея готовности, она развивается с каждым днем. То есть он начинает думать, а в какое время я мог бы это сделать, а в каком месте, а если убивать, то кого. То есть и дальше вот эта фантазия, он уже не может контролировать, она уходит. Переходит в реальность. То есть да, он понимает, что все, он насытился своими фантазиями и мыслями, ему хочется попробовать. Ну а можно ли сказать тогда, что вообще первое убийство совершается еще на уровне фантазий? И типа вот это самое главное, что как только человек начал уже об этом фантазировать, условно механизм уже запущен. И вероятность того, что это дальше перейдет в реальную жизнь, она велика. Это будет правильное утверждение во всяком случае? Мне кажется, правильное. У каждого человека в голове бывает иногда мысль о том, что я бы хотел убить врага своего, например. Эта мысль одномоментная. То есть она пришла в голову, мы ее отбросили. Вот у маньяка она останется в голове, и он будет ее дальше всячески прокручивать. Как именно, где, почему. И эта фантазия будет развиваться. И мы, как криминалисты, выявляем несколько даже особенностей в поведении, ну или закономерностей серийников. Первое, это то, что они часто совершают преступления на одном и том же месте, то есть возвращаются на это же место. Я читала много дел, когда прям с точностью до дома. То есть, например, человек из другого города приезжает в соседний, приходит на одну и ту же улицу и совершает преступление, например, в доме шесть. Сначала в первом подъезде, через год во втором подъезде, и ровно день в день. Если устанавливать наблюдение, то есть если мы понимаем, что человек длительное время совершал на каком-то месте преступление, чаще всего это вот какие-то места, которые становятся потом частью псевдонима или имени этого преступника. То есть там вот битцевский маньяк, да, сразу, понятно, совершал преступление в битцевском парке. То есть если мы понимаем, что там три нападения, например, было, мы рекомендуем практикам устанавливать наблюдение. Бывают, остаются на месте преступления. То есть вот они совершили, отходят ненадолго, знают, что сейчас вызовут, например, полицию и могут быть среди наблюдателей, просто сторонних, и смотреть, как следствие работает. А за рубежом вообще очень популярная тема. То есть когда, я уже тайны буду рассказывать, когда есть, ну это, когда отдельный сотрудник есть, который фотографирует толпу. То есть проводится осмотр места происшествия, да, там перекрываются, ну в Америке это вот желтые ленты. И отдельный сотрудник полиции или там ФБР, он фотографирует еще те людей, которые пришли смотреть. Вот зачем они пришли смотреть? Это те, которые рядом живут, или те, которые были свидетелями. И среди них потом смотрят, есть ли люди, которые как-то похожи по профилю или нет. Какие неочевидные могут быть причины того, что человек все-таки идет и убивает? Ну мне кажется, они тоже очевидные. То есть это либо похоть, когда убийство связано с какими-то сексуальными действиями, либо это корысть, когда убийство может быть связано, или насилие может быть связано с получением каких-то выгод, кошелька, сумки, там, телефона, чего угодно. Либо это просто само по себе убийство. Вот само по себе убийство это, наверное, самая сложная ситуация. То есть что человеку нравится, и он только для того, чтобы лишить человека жизни совершает эти действия. В основном рассказываются одни и те же истории, что вот он не мог получить сексуальное удовольствие при обычных условиях и понял, что только таким образом. Либо ему не хватало на жизнь, и он подумал, что можно совершить насилие, а насилие перешло в категорию убийства. Я когда смотрела фильм «Дома, который построил Джек», там была история маньяка, который убивал ради искусства. Он видел каждое свое преступление искусством. Но если восхваление может принизить творение, почему разрушение и снос не могут привести, наоборот, к созданию искусства? Вот мне это показалось не самым очевидным таким вариантом развития событий, скажем так. Вот, может быть, есть какие-то такие истории вообще? Есть ли они в жизни, в реальности? Или в реальности все проще, и это все фильмы, кинематографы, которые приукрашают не только образ, но и намерения этих самых убийц? Может быть, бывают истории, когда убийство потом выстраивают как картину и как произведение искусства. То есть туда привносят что-то. Но изначально в целом не совершают для того, чтобы это стало каким-то перформансом для него. Вот это, наверное, пример парфюмера, фильм и книга, когда тоже он собирал определенный общий аромат от разных жертв для того, чтобы создать какой-то классический, единый, уникальный и ценный. Субтитры создавал DimaTorzok Но в реальной истории нет, таких не было. Дело, когда вот что-то такое двигало, какая-то благая какая-то цель, да, красивая. В основном все достаточно низменно. А можно ли сделать какие-то выводы о том, что происходит в голове у убийцы, когда вот в самом момент совершения этого преступления? Можно ли сказать, что, как правило, в момент совершения преступления человек находится вне себя, он в состоянии аффекта? Или все-таки в массе это холоднокровные, такие расчетливые истории, когда человек осознает, что он делает, он прекрасно понимает, что происходит, но почему-то он это совершает, и ему не страшно в этот момент. Ну, аффект быть не может, на самом деле, потому что они очень подробно помнят то, как они преступления совершали все. То есть я изучала примерно, непримерно точно, 365 эпизодов. То есть это 365 убийств. Все преступники, которые их совершили, которых поймали, они все помнили свои эпизоды. То есть вот у Пичушкина было 50, сколько там, 54, по-моему. Он по каждому эпизоду может спокойно рассказать. Это был там мужчина такой-то, я познакомился, он был одет в этот, 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 очень подробно. Это был мой способ вспомнить их внешность, их физическую красоту. Если бы я не мог держать их здесь целыми, я бы хотя бы смог сохранить их скелеты. Чем больше убийств совершено, тем больше он контролирует свои действия, к чему он прикасался, кто мог его видеть, в чем он был одет и так далее. То есть он уже там прибегает к каким-то способам. А это слова Александра Пичушкина. Совершая свое последнее убийство, он наследил так, что скрыться не удалось. Я уходил, зная, что везде засады, оставался на свободе. Потом плюнул и спалился. Эмоций было больше, чем здравого смысла. Ну, я впервые вижу чемодан следователя в своей жизни. Думаю, что я не одна такая из тех, кто может смотреть это видео. Что это, для чего, на какие вызовы выезжают с таким чемоданом, в каких случаях он используется. Вот расскажите сначала, пожалуйста, общую такую информацию. Это классический чемодан следователя или следственный чемодан. С ним выезжают на все места происшествия. Он уникален, подходит под любое место происшествия. Здесь всегда стабильный набор, который есть у следователя, который может ему пригодиться. Это одноразовые различные пакетики для использования и изъятия вещественных доказательств, где подписывается, что, кто, в какой момент изъял и дальше куда направляет для исследования. Это различные кисти, которые мы можем использовать, пробирки, пинцеты, линейки, канцелярия, карандаши, ручки и так далее. Плюс у нас всегда большой набор различных линейок, которые мы тоже используем и пустых пробирок для сбора вещественных доказательств и биоматериалов. Особенно, когда есть сперма, слюна, кровь, тоже используются различные либо бумажные полоски, либо вот у нас где-то здесь есть такие, как мензурки, стеклянные палочки. А вот вообще с помощью такого чемоданчика можно только изъять какой-то материал, сделать какие-то заметочки или даже уже какие-то выводы, условно, там, замерить пулю и уже понять, какого там она, калибра. Вот я в этом, конечно... Ну вот измерить, да, но исследовать нет. То есть объекты все-таки отдаются на экспертизу в отдельные экспертные учреждения. У следственного комитета есть еще экспресс-анализы какие-то. То есть, например, проверить, кровь это или не кровь, кровь человека или это животного, и наркотики и ненаркотики. То есть вот что-то можно так сразу на месте выявить, но потом все равно отдается на экспертизу. Ну то есть в основном, да, это для сбора самого материала, для дальнейшего расследования. Есть отдельная тема того, что они произносят отдельные слова, то есть специально какие-то одни и те же слова. Для них это ритуал. То есть он должен назвать этого человека, может быть, каким-то плохим словом, после этого задушить так-то, закрыть глаза здесь. То есть для него это прям целый алгоритм определенных действий. И если он что-то не сделал, то ему кажется, он не завершил, не все испытал. То есть вот что-то. И особенно, когда их спугнули. То есть он что-то делал, потом оказывали сопротивление, увидели, посторонний шорох какой-то был. И он что-то не сделал, ему кажется, что нет. И он делает в этот же день совершать другое убийство, например, или другая попытка. То есть не все получил. Я это больше сравниваю по эмоциям, которые описывают люди. Я, если честно, сравниваю с оргазмом. Не знаю уж, насколько хорошо это или плохо говорить. Потому что они практически все описывают одну и ту же ситуацию. Что есть определенные, извиняюсь, прелюдия. Есть определенные какие-то общения с этим человеком. Как он заманивает его, как он с ним разговаривает, как он нападает. Потом вот эти насильственные действия какие-то. Он там бьет, кусает, может несколько раз резать ножом, например. И потом в определенный момент он понимает, что все. Вот теперь у него все прекрасно. Вот этот какой-то эмоциональный всплеск происходит. Он достаточно яркий и он перекрывает все то, что он сделал плохое. То есть он понимал, что это плохо он делает человеку, больно, например. Но он это оправдывает своим эмоциональным каким-то состоянием вспышкой. А вот мы с вами обсудили биологический момент, генубийцы. А есть ли какие-то, например, психологические заболевания, которые могут говорить о том, что этот человек начнет когда-либо убивать? Например, вот это там обычно говорят про психопатов в этой связи. И действительно ли все убийцы психопаты? Из всех людей, которых я изучала, личности и биографии, чаще всего встречается либо шизофрения, и тогда надо посмотреть, надо лечить, наблюдать. Или садизм, вот два. То, что фигурирует в биографиях людей. Либо вообще ничего. То есть наблюдался, справка у него есть о том, что он полностью психически и психиатрически здоров. То есть в диспансере не состоит. Но в реальности совершает огромное количество жестоких преступлений. То есть, если честно, это еще не показатель. Вот все-таки то, что, во-первых, человек здоров, что он не будет ничего совершать, и то, что у него есть какие-то заболевания, и он будет обязательно совершать. Все-таки я вот за садизм, наверное, вот это единственное, что сразу от 100% человек будет совершать. А что в результате вот еще, можно сказать, влияет больше всего на формирование личности будущего маньяка? И вообще в какой момент формируется собственная личность будущего убийцы? Что должно, условно, насторожить в какой момент? Да даже самого человека, например, он понимает, что с ним что-то происходит. Вот в каком возрасте это можно заметить? Насколько рано начинают закладываться основы, так скажем, будущих отклонений? В основном подростковый возраст, то есть это 13-15 лет проявляется что-то первый раз. И в основном какая-то травма есть головы. Вот эта травма головы, она может быть приобретенная, может быть врожденная. Это тоже то, что отмечается практически у всех. Либо травма была при родах, то есть он упал, и там уронили его, или мама как-то болела во время беременности, то есть что-то такое было. Либо он уже в более-менее взрослом возрасте получил травму головы. Упал, либо ударился. У Печушкина как раз была история с качелькой, что по голове его ударили. То есть вот в целом в биографии каждого есть элемент, когда он падал и очень сильно ударялся, и после этого якобы вел себя иначе. С другой стороны, в биографии каждого человека... Да, я тоже падала с качелей, и мне тоже прилетало после этого, собственно, этой же качели. Вот есть у каждого человека история какая-то, когда он как-то мог ударяться головой. Почему одни становятся, почему другие нет, это вопрос. То есть мы, конечно, больше связываем с определенными участием головного мозга, то есть что именно пострадало, какая из этих частей. Плюс есть всегда тяжелое детство с точки зрения семьи. Редко, когда там какие-то школьные истории, либо это... Ну, в основном, когда серийный убийца, он же сексуальный серийный убийца. То есть у него была первая влюбленность, например, он признался в любви, над ним посмеялись, поиздевались, всячески ему сказали, что это вообще-то невозможно. Ну, было какое-то унижение. И вот это запомнилось, и он мстит подобным девушкам, женщинам. Такое бывает. Но в основном это связано все-таки с семьей, с родителями. Мама ввела себя как-то... Ну, в отношении мужчины мама, в отношении женщины мужчина, ну, папа. Ввела себя как-то странно. А есть ли вот какая-то закономерность тоже, поскольку разбирать каждого отдельного маньяка это очень длительно, долго, и мы тут останемся на пару лет. Вопрос у меня, опять же, такой вот, либо-либо, одна из зол. Как правило, все-таки убийцы серийные, это тщеславные люди, которые хотят быть раскрытыми, которые хотят быть известными за счет того, что они совершают убийство. Или это все-таки больше закрытые люди, которые вот там, не знаю, примерный семьянин условно, идеальный, кажется, там, внешний человек, а по вечерам он куда-то уходит, никто ничего не понимает, а оказывается, он там годами убивал людей. Все-таки убийство вот в этом случае становится чем? Таким скрытым хобби неким или, наоборот, способом заявить о себе? Бывает и так, и так. В этом и есть ужас. Бывает, когда убийство становится частью его жизни, да, и вот это вот хобби, профессия, то есть ему это нравится раз в какой-то там промежуток времени совершать. Бывает, когда убийство становится частью славы. То есть он совершает для того, чтобы прославиться, для того, чтобы в каждом телевизоре назывались те дела, которые он совершает. И последние некоторые убийцы, они как раз рассказывали, что я видела, как долго и мучительно расследуют какие-то дела, там, ну, того же самого Чикатило. И я хотел сделать еще больше, чтобы обо мне говорили, как о самом таком масштабном. Например, неоднократно упомянутый выше Александр Пичушкин видел своим кумиром Андрея Чикатило. Битцевский маньяк мечтал превзойти ростовского потрошителя и планировал убить 164 человека. Но чаще всего, конечно, он старается не афишировать свои действия и скрываться от следствия, безусловно. По крайней мере, пока не становится известно, кто это. То есть вот редкие истории, когда он сам там что-то приходит и рассказывает. В основном, когда уже все, всех проверили, всех жителей деревни, города, всех подобных по описанию людей, приходят уже стучаться к нему, и тогда он говорит, ну ладно, раз вы до меня дошли, то это я. В основном стараются все-таки избегать ответственности. И опять же, если смотреть по Чикатило, то есть он был здравым человеком, но в судебном заседании он делал вид, что страдает психическим заболеванием. Но на время следствия он был абсолютно здоров. То есть он вел себя адекватно, он разговаривал адекватно. Но потом он понял, что есть возможность избежать ответственности, если он сделает вид, что он сумасшедший. Так Чикатило пытался избежать расстрела. Аналогичным образом пробовал спасти свою шкуру и американский маньяк Эдмунд Кемпер. На суде убийца студентов пытался убедить присяжных в своей невменяемости. Однако затея оказалась безуспешной. Можно ли сказать, что вообще убийцы — это просто очень искушенные эмоциональные люди? Вот я такую фразу придумала, что они настолько много эмоций испытали условно за то же самое свое детство, что для того, чтобы хоть как-то чувствовать себя живыми, им приходится убивать других людей, питаться этими просто гиперэмоциями и тогда понимать то, что все нормально, я еще существую, все хорошо. Или это моя фантазия, мое предположение, которое к реальности не имеет никакого отношения? Естественно, преступная деятельность, она развивается, и есть определенный генезис, то есть динамическое развитие ему постоянно мало. Хочется все больше, больше, сильнее. Но связано ли это с адреналином и связано ли это с какими-то эмоциями, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что не особо это связанные факторы, потому что эмоции он может получать и из других действий, и из других событий. А здесь это больше, наверное, все-таки связано с перенасыщением того, что он уже делает, и пробованием чего-то нового сверх насилия, применения его. Вот насколько они взаимосвязаны и насколько ему хочется постоянно что-то новое искать из-за того, что он в детстве видел, например, думаю, что нет. То есть есть люди, которые видели очень много всего в детстве, но не совершают преступления. И есть, наоборот, те, которые, можно сказать, в кавычках «адваны», которые жили в тепличных условиях и совершают преступления. То есть им чего-то не хватает. Вот отсутствие или наличие эмоций наверняка взаимосвязано как-то, есть какие-то особенности, но однозначно сказать я не могу. На ваш взгляд, стоит ли подвергать таких людей смертной казни, или пусть живут, и они могут быть полезны в каком-то смысле для предотвращения дальнейших преступлений и так далее? То есть тоже объясню. Я, опять же, посмотрела несколько аналогичных фильмов. Там прям так мне хорошо попалось, что один криминалист утверждал, что убивать неизлечимо опасно для общества, смертная казнь не только. Другой криминалист говорил, нет, ну вы что, с ними можно общаться, их можно узнавать лучше, можно понимать психологию убийства, убийцы в результате, благодаря тому, что вот они живы, они, да, за решеткой, они безопасны для общества, но ни в коем случае нельзя их лишать жизни, потому что они могут быть полезны как условно объекты исследования. Вы к какой точке зрения больше склоняетесь? Это самый сложный вопрос, потому что в каждом интервью я свою точку зрения меняю. Я то за смертную казнь, то за лечение и беседы. Поэтому это нестабильный у меня ответ такой. С одной стороны, я в целом против смертной казни, в силу того, что действительно бывают и судебные, и следственные ошибки, и по некоторым делам про серийные убийства есть истории, когда казнили невиновных людей, и это потом стало известно спустя годы. И привлекают к ответственности, бывают даже не за убийство, а за изнасилование те же самые невиновных людей. И это становится известно спустя время. Пожалуй, одним из самых богатых по количеству ошибок является дело Витебского душителя. До того, как арестовали маньяка Геннадия Михасевича, ложные приговоры получили 14 человек. Для Николая Тирини ошибка следствия оказалась смертельной. Его расстреляли. Приговорен к смертной казни по ошибке был Александр Кравченко. Его осудили за преступление совершенные Чикатило. С другой стороны, лечение, какое лечение, то есть наблюдение за этими людьми, ведутся ли беседы? Ну, честно говоря, я не знаю психологов и психиатров, которые ведут беседы с теми людьми, которые уже находятся в местах лишения свободы. Если мы говорим про тех, кто находится на лечении, да, там есть врачи, которые наблюдают, которые проводят различные психологические тесты. Но психологические тесты, они, я им не очень сильно верю, в силу того, что если нас, даже обычных людей, спрашивать то же самое, одни и те же вопросы задавать сейчас и через пять лет, у нас будут абсолютно разные ответы и отношения к каким-то явлениям. У маньяка, естественно, точно так же. А вот те, которые привлекаются к ответственности и находятся на пожизненном лишении свободы, с ними вообще никакой работы не ведется. То есть не приезжают врачи там вести различные исследования. С одной стороны, а с другой стороны, опять же, вот если мы говорим про генетику и изучение генетики человека и мозга человека, то, конечно, было бы хорошо их как раз брать как подопытных, как бы это грубо не звучало, для того, чтобы понять, что с этими людьми произошло, почему они стали на этот путь, и можем ли мы как-то помочь и им, и другим людям, у которых есть нечто похожее. Можно ли сказать, что есть некий психологический портрет жертвы? Можно ли сказать, что жертва сама привлекает убийцу? И есть ли вот какая-то взаимосвязь между этими понятиями? Или это все попытки оправдать убийцу? Связь между преступником и жертвой есть, это 100%. У жертвы, она своя, особенная, то есть у каждого преступника есть свой тип жертвы, тот, кто нравится. У жертвы, конечно, связи с преступником нет в этом смысле, то есть эта связь односторонняя. Он что-то в жертве видит свое. Это может быть любой фактор, это цвет волос, это одежда, это поведение, это какие-то слова, которые она произносит, то есть любое явление, которое как-то для него срабатывает. И чаще всего, конечно, есть какой-то определенный ритуал и есть какой-то определенный образ, который нравится, и которому он подбирает. Образ может быть разный, в зависимости от пола, в зависимости от возраста, ну и в зависимости от поведения человека. То есть он может просто выбрать женщин, мужчин, может выбрать детей, могут быть какие-то отдельные элементы, то есть вот красное платье, каблуки. То, что женщина не провоцирует, да, или жертва вообще там не провоцирует это сто процентов то есть она своим поведением никак не может его заинтересовать самостоятельно то есть он может конечно так рассказывает что да она сама вела себя там некрасиво обзывала меня не унижала но это его восприятие такой ситуации какой-то возникшей и он всячески оправдывает таким образом свое поведение цвет волос это по идее тоже еще не типаж общая характеристика то есть это может быть фигура это манера поведения к это это может быть голос то есть вот что-то в этом человеке в будущей жертве напоминает ему кого-то то есть мы все-таки исходим из того что жертва всегда похожа на кого-то из его прошлого вот на его маму датам сестру того кто его обидел первую любовь то что угодно вот этот образ такой собирательный он в этом видит образе нечто знакомое и совершает преступление и он старается оправдать свои действия именно тем что она сама я не собирался то есть это вот как фильме он сам пришел и здесь примерно то же самое то есть он говорит что я не собирался в этот день ничего плохого делать но она проходила мимо и я понял что да чаще всего все таки случайные пересечения людей и она никак не провоцировала его на совершение преступлений и бывает такое что преступник сам собой приносит какие-то предметы то есть он понимает что ситуация подходящая может быть не хочет рисковать и берет с собой предметы в которые переодевают например жертву то есть вот условно ему нравится красное платье там него это прям вот знак да какой-то и он может с собой в сумке носить просто это красное платье он пи заставит переодеться или переоденет женщину и совершит после этого преступления то есть был такой тюман преступник в ростове он как раз носил с собой черные колготки ну его и прозвали как черноколготочник то есть он совершал преступление он для него было это обязательный элемент без него никуда так называемого черноколготочника задержали в 1992 году при очередном покушении к этому моменту следствие знала его группу крови имела образцы волос и отпечатки пальцев серийника в таком случае шансов отвертеться у преступника нет рисунки популярных линий кожи пальцев у каждого человека уникальны у нас есть магнитная кисть магнитный порошок и дактилоскопическая пленка это магнитный порошок а там его разное наполнение для изъятия отпечатков пальцев ни один преступник не делал так же боюсь что исследователь не один бы сейчас не делал так же но в целом вот так вот мы обрабатываем можно просто сфотографировать его то есть некоторые современные системы позволяют и фотоаппараты сфотографировать максимально близко и тут же загрузить в базу для исследования то есть по сути дела скан но сейчас наследить гораздо проще даже не на предметах а в виртуальном пространстве конечно цифровое будущее все сейчас в криминалистике связано с цифровыми технологиями все технологии которые у нас уже существовали мы пытаемся адаптировать под цифру это исследование почерка и исследование оружия баллистика это исследование внешности человека то есть все мы стараемся перевести в алгоритмы и в компьютерные программы которые могут достаточно быстро сравнивать скорее сейчас больше информации из интернета и соцсетей используется не обязательно для расследования иногда для тактики проведения какого-то следственного действия для того чтобы изучить личность человека понять с кем он будет иметь дело какие у него есть интересы пристрастия различные базы данных в основном например связанные с госуслугами из последних новинок наверное о которых можно более-менее говорить это проездные то есть если раньше у нас использовались обычные карточки да там проезда жетончики которые надо либо показывать либо они были одноразовые сейчас чаще всего оплата идет либо банковской картой либо карты через телефон да привязаны к телефону либо даже своей картой проездного которая как-то идентифицирована с человеком опять же привязана к телефону к фамилии он ее использует на различных станциях и здесь тоже можно посмотреть просто маршрут по крайней мере его передвижение за цифровизации и компьютеризации мы в целом видим будущее то что в 21 веке легко можно отследить любого преступника достижение но как известно лучшее лечение это профилактика соблюдение самых простых правил безопасности может значительно снизить уровень преступности правило номер один вообще для всех не с кем в подъезд не входите вот если вы этого человека не знаете не надо входить то есть пусть он войдет первый посмотрите как он уехал на лифте или там поднялся по лестнице то есть вот рисковать не надо потому что в большей части как раздел там есть такая фраза что я почувствовала что что-то здесь не то но я подумала что вот давайте без этих излишних каких-то наивных историй что у меня получится убежать я быстро бегаю я окажу сопротивление если вы понимаете что вот в вашем дворе там рядом какое-то пространстве темно тогда попытаться по крайней мере в тот день который вот вы возвращаетесь поздно пепойти по светлой стороне где есть люди где есть освещение если вы понимаете что там может быть какая-то семья идет или мужчина женщина то есть не бояться подойти сказать что я переживаю я боюсь не могли бы меня сопроводить зайти там ближайший магазин может быть тоже самое сказать в этом нет ничего страшного и плохого то есть если вы понимаете что что-то здесь происходит не то и я всегда советую подходя к подъезду посмотреть на первый этаж своего дома если свет если да то в какой стороне в левой или в правой стороне то есть если нападение не дай бог происходит то кому вы можете позвонить в ближайшую сторону на левую на правую бежать то есть в звонок чьей двери вы будете звонить случае чего и знаете в своем подъезде ну или в своем дворе например места которые вызывают опасность то есть темные закоулки какие-то может быть где мусор стоит просчитает что вы будете делать то есть как только вы продумали какие есть опасности у вас в квартире в подъезде во дворе вы сразу понимаете что может откуда возникнуть и каких-то непредвиденных ситуаций в этом смысле уже не будет